Квартира номер два, квартира номер один, квартира номер шесть. Пойдёмте дальше. Лариса Королёва, так же как и её соседи, пытаются разобраться, каким образом три частных дома оказались единым зданием. Этим постройкам уже около ста лет. Это бывшие купеческие владения. Коммуникации в них подводили сами жильцы. То есть из централизованных коммуникаций у вас нету? Нету ничего. Ну газ только? Только газ и вода, которую мы тоже сами проводили, да, питьевая вода. А слив куда осуществляется? Слив у нас сделан отдельно где-то. То есть вы сбрасываетесь и выкачиваете? Да, мы всё делаем. За свой счёт? Да, да, всё за свой счёт. Даже крышу ремонтировали, вот крыша протекала, мы даже крышу ремонтили, всё за свой счёт. Общего фундамента у этих домов нет. Центральная канализация отсутствует. Крыша тоже у каждого из трёх строений своя. Вот я уже от руки написала, вот видите, моя квартира номер одна, она даже вот с этими не блокируется. Она въезжает в шестую квартиру. У него вот вход здесь, и тут его территория. Вот ветеринарка которая, понимаете? А мы как бы в его квартиру, у нас даже аппендицит туда есть. Эта квартира совсем отдельно, вот вход в сарай, пятая. Объединяет эти, так сказать, квартиры только общий двор. А теперь ещё и общая проблема. Им в судебном порядке необходимо оплатить счета за капитальный ремонт, как жильцам многоквартирного дома. И суммы немаленькие, по 15-17 тысяч рублей. Батюшки приходят вам? Приходили, но мы ездила, Катя, в Саратов, сказали, ошибочно. Ну мы идём, нас вызовут на суд, решение. А нам сразу раз, вон деду моему, 82 года прислали, вот, как оно называется, решение. И сразу, а я такая-то, такая-то, где работает, подчеркнули, неизвестно. Ну как 82 года, где он может, он на диване, он лежит, не слазит с кровати, он больной, астматик. И всё, и вот мы забегались, вот, видите, в декабре прислали, и мы побежали. Жильцы второй квартиры, которая располагается вообще в доме через дорогу от других двух, возмущены больше всех. Никакого общедомового имущества, которое можно было бы привести в порядок за счёт фонда капитального ремонта, у них с их соседями просто нет. Кому-то платить непонятно, и когда это всё будет делаться, неизвестно. Считаете ли вы, что ваш дом многоквартирный? Нет, я не считаю свой дом многоквартирный. А вот закон считает, что дома, состоящие из двух и более квартир, многоквартирные. Если у него есть два входа, и там живут две разные семьи, соответственно, этот дом уже признаётся многоквартирным. У нас индивидуальный жилой дом, в зависимости от того, у кого какие доходы, можно построить в три этажа. Что его определяет как индивидуальный жилой дом, то есть то, что в этом доме проживает одна семья. Если вдруг застройщик на таком земельном участке, который выделен именно под индивидуальную жилищную постройку, построит дом, скажем, тот же трёхэтажный, и на каждом этаже поселит разную семью, соответственно, такой дом будет признаваться многоквартирным жилым домом. Если два дома под такое определение подходят, но каждый по отдельности, то вторая квартира, расположенная через дорогу, как-то не вписывается в общую картину. Как же так? Им нужно будет также обращаться в администрацию. Скорее всего, нужно будет менять почтовый адрес именно с этого начинается. То есть администрация выносит постановление. У нас очень долгие согласования будут с градостроительным комитетом нашим. То есть для того, чтобы признать, к примеру, там не Вольская 25, квартира 1, а Вольская 25, дробь 1. То есть если, ключевое слово, администрация примет такое постановление, и у человека оно будет на руках, соответственно, он вправе обратиться в органы БТИ, в органы кадастры, в Росреестр с целью внесения изменений. Но если такого постановления администрация не вынесет, даже несмотря на проведение многочисленных экспертиз, я думаю, что суд встанет на сторону администрации и высказки будет отказан. Но если со второй квартирой хоть какие-то шансы на выход из многоквартирного дома есть, то остальным жильцам решить вопрос будет сложнее. Весь вот этот комплекс, все это строение, если в Росреестре числится именно как многоквартирный жилой дом, соответственно, Росреестр просто откажет во внесении изменений. Необходимо обращаться в администрацию с заявлением о внесении изменений. Ну, скажем, администрация не заинтересована будет в том, чтобы менять статус жилого дома, то есть на индивидуальный жилой дом или с многоквартирного. Кстати, письмо из администрации района жильцы дома получили накануне. Как и ожидалось, им предложили выделить вторую квартиру в отдельный дом. Но про остальные квартиры не сказано ничего, кроме уже известного им утверждения, что они МКД. Кстати, в сельской местности, где раньше строили коттеджи на две семьи, им присваивали адреса с дробями, а не с квартирами, поясняет Александр Чапотарев. Поэтому и признавали их не многоквартирными домами, а индивидуальными строениями. До введения сборов в фонд капремонта такие процедуры перевода в судах рассматривали в пользу жильцов, а теперь с этим намного сложнее. Герои нашей истории надеются, что районная администрация войдёт в их положение и сможет изменить ситуацию.